Поперечный хочет выплатить полмиллиона за журналистку, ТикТок хит оскорбил чувства верующих, Слава Мерлоу и Моргенштерн предложили Тимоти спродюсировать его трек, а на PewDiePie опять открыли охоту. Всем привет, это проект Ютубер, меня зовут Серж. А меня Саша. Мы услышали ваши пожелания и в сегодняшнем выпуске насобирали побольше новостей, чтобы вы успели доживать свои бутерброды и допить чайок в приятной компании. Только давайте сразу договоримся с нас актуальные темы, а с вас репосты этого видео. Ну серьезно, пусть друзья тоже знают, что творится в мире блогеров и интернета. К тому же некоторые блогерские новости тесно переплетаются с политической и социальной повесткой дня. Я сейчас о Поперечном, который внезапно изъявил желание выплатить полумиллионный штраф за журналистку Светлану Прокопьеву. В ноябре 2018 года женщина высказалась о возможных мотивах подростка, взорвавшего себя в здании ФСБ по Архангельской области. Журналистка предположила, что к этому его подтолкнула нездоровая ситуация в стране. Написала очень четко, ФСБ офигела, фабрикует дела и пытает людей, я не вижу другого выхода, ба-бах. Ну это же шуть просто. Мне хотелось разобраться. Ну вот и разбиралась. Свои рассуждения Светлана вела в эфире Эхо Москвы в Пскове. Позже ее монолог в печатном виде появился на сайте самой радиостанции и информагентства Псковская лента новостей. А вот после этого начались проблемы. Спустя месяц Роскомнадзор нашел в словах Прокопьевой оправдание терроризма, завел уголовное дело и обязал журналистов удалить ее тексты и эфир из свободного доступа. Для верности штрафанув оба издания на 150 и 200 тысяч рублей. Дальше последовали многочисленные лингвистические экспертизы, которые то подтверждали, то опровергали виновность Светланы. Классика! Журналисты и правозащитники из разных стран выступили против несправедливого преследования коллеги, а по России прокатилась волна пикетов. И вот, наконец, спустя полтора года история завершилась судом, который признал Прокопьеву виновной и назначил штраф в 500 тысяч рублей в качестве наказания. Просите, почему все так радуются? Да потому что обвинение просило посадить журналистку на 6 лет. Сейчас Светлана планирует обжаловать приговор, но коллеги все равно потихоньку откладывают деньги на штраф. Только у самого здания суда удалось собрать 50 тысяч рублей. Ну и вот Даня предложил полностью покрыть все расходы журналистки. Как думаете, серьезен поперечный в своих намерениях или просто верит в то, что приговор удастся обжаловать? Пишите свое мнение в комментариях. В любом случае, если не выгорит, то у нас тут есть еще один претендент на спасение. Тикток хит Господь Господь проверят на предмет оскорбления чувств верующих. Господь Господь? Очень по-христиански, очень православный. Судя по комментариям под нашим видео о Тиктоке, вы эту площадку не очень жалуете, так что добавим немного контекста для тех, кто не понимает, о чем речь. Весь трек Господь Господь – это, по сути, одна зацикленная фраза про Таирея Дмитрия Смирнова. На просторах интернета этот хит появился еще 7 лет назад. Его смиксовал барнаульский музыкант Геннадий Корчагин, кстати, православный верующий. Но пару месяцев назад его шедевр получил вторую жизнь, благодаря клипу, который снял киевский экстремал Денис Журавель. Сначала видео завирусилось на Ютубе, а потом перекочевало и в Тикток. Не думаю, что есть хоть какой-то смысл описывать события клипа, потому что вы только что видели из него нарезку, ну и, наверное, сами поняли, что рано или поздно он бы кого-то оскорбил. У меня тоже такое было. Я смеюсь из-за того, что жизнь, а им больше не почему. Ну, то есть в комментариях изначально были недовольны. Но с правовой точки зрения, первым на видео обратил внимание координатор православного движения 4040 Андрей Кормухин. Он передал ролик юристам, чтобы проверить его на предмет оскорбления чувств верующих. После их заключения станет понятно, будет здесь уголовное дело или же нет. Не факт, что автор полностью осознавал, что он делает. Если у человека нет мозгов, разве можно к слабоумным людям применять какие-то санкции? Их и так Бог обделил. Если это было сознательно сделано, то будем принимать меры, рассказал Кормухин журналистам. Ну, а пока мы ждем заключения юристов, предлагаю провести собственную экспертизу в комментариях. Пишите под роликом, как по-вашему, оскорбляет клип Господь-Господь чувство верующих или все-таки нет. Кстати, об оскорблениях. Теперь мы точно знаем, что высказывания Володи XXL о геях были не совсем законными. На днях суд назначил ему штраф в 10 тысяч рублей за разжигание ненависти. Володя свою вину признал и уже все оплатил. Ну, это на случай, если кому-то все еще интересно. Раз уж зашел разговор о музыке, новость о том, кто уже всех достал, но, блин, она и правда интересная, так что молчать не будем, но постараемся уложиться в полторы минуты, чтобы никого лишний раз не нервировать. Моргенштерн и Слава Мерлоус продюсируют трек для Тимати. Ты пишешь биты одному скандальному говнарю? Зачем тебе второй? Дело в том, что Слава давно мечтал о сотрудничестве с отцом всея Блэкстара. Ну, а после коллаба Тимати и Милохина эта задача перестала казаться такой уж невыполнимой. В итоге битмейкер сделал Тиману царское предложение. Супер-хит при трех обязательных условиях. Первое, трек будет записан в трэп-хаусе Алишер. Второе, он точно получит огромное количество прослушиваний, но вот за счет чего это тайна. И третье, никаких правок со стороны Тимати быть не должно. Гениальный сам продюсер, гениальный маркетолог, гениальный гострайтер и, собственно, Лэтс Геррит, как говорится. Страшно даже представить, чем может закончиться их знакомство. А то мы еще помним, как Слава похожий видеопризыв Моргенштерну адресовал. И все знают, чем это закончилось. В любом случае, ответ Тимати не заставил себя долго ждать. Дорогой друг, я с удовольствием принимаю все твои условия. Но в свою очередь у меня тоже есть условия. Я вас двух сниму в клипе на эту песню так, как я хочу. Интересно, не придется ли Моргенштерну потом извиняться за этот клип? Развели меня, поставили. Или он сможет все грамотно списать на исполнение своего обещания? С государством работал, не, но теперь буду. На случай, если извиняться все-таки придется, поучиться можно не только у Гуфа, но и у западных ютуберов. Там сейчас как раз в самом разгаре флешмоб с покаяниями. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали о том, как на англоязычных блогеров посыпались обвинения в расизме за ролики восьмилетней давности. Из-за них с ютуба ушла Джена Марблс, а Шейн Доусон, расплачиваясь за прошлые скандалы, утонул в отписках. Ну и какой же разговор о старых грехах без упоминания Пьюдипая? Сколько раз Феликса обвиняли в антисемитизме, расизме и сексизме, бесполезно даже перечислять в формате этого ролика. Лучше уж сразу на документалку замахнуться. Ну и, как вы уже догадались, Феликсу снова припомнили все его старые промахи. Когда такое было, и вот опять. На этот раз пользователи Твиттера возмутило то, что Джена Марблс, сожалея об ошибках прошлого, решила закончить карьеру ютубера. А Пьюди, чьи выходки были гораздо серьезнее, хоть бы что. Никаких угрызений совести. Хотя... подождите. Стоп, вы что, правда поверили? Нет, эти извинения относились к недавнему ролику, где Феликс вместе с Марци готовили шведские панкейки, которые оказались вовсе не шведскими, и в этом была вся проблема. Так что Пьюди просто затроллил своих подписчиков. Ну а если серьезно, ждать от него реальных извинений за старые промахи бессмысленно. В свое время Феликс уже получил порцию хейта, поссорился с ютубом и отработал все кармические долги. Если не согласны, пишите в комментариях почему. А мы пока пробежимся по прошлым комментариям и выберем победителя конкурса. Как и обещали, включаем рандомайзер и выбираем случайный комментарий под роликом. Проверяем подписку на канал. Есть! Поздравляю! Ты получаешь от нас футболку, ютубер. Свяжись с Анной, чтобы забрать свой приз. Контакты оставили в инфобоксе под видео. Ну и спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Мы это ценим. Не забудьте поставить лайк, если видео вам понравилось, и поделиться им с друзьями. А на сегодня это все. С вами был проект Ютубер, меня зовут Серж. А меня Саша. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok